Двойной удар на Спорт.ФМ Да, друзья, и сегодня говорим о боях смешанного стиля, об ММА, и именно поэтому у нас в гостях замечательные люди. Это экс-чемпион организации «Белла Торы М1» в супертяжелейшем весе Александр Болков. Всем привет. И его тренер Тарас Кияшко. Привет, привет. Ну а, собственно, когда я говорил об актуальности, имел в виду следующее. Буквально вчера все социальные сети облетела информация о том, что Александр Волков со вчерашнего дня уже боец UFC. Да, Александр, категорически с этим поздравляем. Спасибо большое. Для меня это тоже большое событие. Да, мы видели фотографию, где вы такой радостный, сияющий, с контрактом. Я могу согласиться, я был радостный. Да, мы все очень рады, Александр. Мы очень вам желаем победы и победы в противостоянии с американцем Тимоти Джонсоном. Уже успели посмотреть, кто это такой? Да, конечно, мы посмотрели соперника. На самом деле, изначально у нас еще были и другие соперники. Также предлагали подарок с маршером Тибуры. Но все остальные соперники, к сожалению, для нас отказались. И первый, кто согласился, Тимоти Джонсон. Поэтому бой будет с ним. Все соперники отказались драться с Александром Волковым? Ну, есть такая информация, да. Сразу же начали открывать кирпичные заводы. Я думаю, что для начала хорошо бы сказать, что мы в прямейшем эфире, чтобы наши слушатели не думали, что мы выходим в записи. Это, во-первых. Во-вторых, координаты. Да, во-вторых, координаты. И в-третьих, дорогие друзья, мы исполняем ваши интимные просьбы. Вот вы упрашивали нас буквально поговорить в нашей программе о UFC. Мы свои обещания держим. За базар, так сказать, отвечаем. Поэтому присоединяйтесь к нашему общению. 5533 слово «Спорт» в начале каждого сообщения. А еще лучше позвоните и выскажитесь. 276-0932. 276-1932. Код Москвы 495. Ну и, конечно же, вайбер, ватсап. Доступно. 925-4-2-93-2. И группа ВКонтакте. Двойной удар. Спорт.ФМ. Туда пишите. Да, друзья, звоните, пишите, присылайте сообщения. Потому как сегодня мы говорим, как сказал Роман, о UFC вообще. В частности, о том, что Александр со вчерашнего дня боец UFC. Ну и, конечно же, новость о том, что Хабиб Нурмагомедов не подерется с Эдди Альваресом. Тоже животрепещущая тема. И позвоним его тренеру и по совместительству отцу Абдулманапу Нурмагомедову совсем скоро. И спросим, как же так? А что же там вообще происходит в этой замечательной организации? И вот вы уже пишете, что Линекер в пятый раз не сделал вес, Аливера и Диас тоже. Ну, категорически это, конечно, прискорбно. Но вот Александра Волкова это не касается, потому что он супертяж. Да, и сколько не съешь, все равно вес делается. Да, к счастью, я вес не гоняю. Дерусь в лимите 120 килограмм. У меня где-то порядка 120 килограмм я вешу, поэтому гонять вес мне не нужно. То есть опасаться не за что. Итак, давайте вернемся к сопернику. Ну, Ром, а может быть не с соперника? Начнем с того, как проходили переговоры. Потому что несколько неожиданно эта информация пришла вчера. То есть все догадывались, что рано или поздно это должно произойти. Рано или поздно Саша должен оказаться в UFC. И вдруг вот это произошло вчера. Как произошло? Как велись переговоры? Долго ли они шли? Наверное, Тарас может рассказать. А то он загрустил уже. Я не загрустил. Вместе с нами в студию пришел еще Иван Банников. Он менеджер Александра Волкова. Ну, видеокамеры Ивана снимают, а трансляция у нас идет не только на сайте. А переговоры вел Иван Банников? Переговоры вел Иван и я. Ага, так, замечательно. Мы поехали в Америку. Приятное с полезным совместили. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса доехали на машине. Встретились там с нужными людьми. Поговорили, вернулись в Москву. А скажите, а это люди на вас вышли, позвонили и сказали, уважаемый господин Тараский Яшко, а не желаете ли вы поехать к нам сюда и сбить наших лучших парней? Нет, мы сами поехали. Сами поехали, решили просто. А вот так вот можно приехать в UFC, постучаться в штаб-квартиру Анна в Лас-Вегасе и сказать, парни, мы вот вообще-то что-то здесь хотим. Ну-ка открывайте ворота. Если у вас есть такой боец, как Александр Волков, можешь спокойно приезжать. Ну, у нас есть боец, как Роман Мазуров. Вот я его могу свозить. Легко. В следующий раз поедем на байках, допустим, от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, и договоримся о Романе. Нет, давайте лучше договоримся о Романе, чтобы я комментировал UFC, потому что опыт комментирования на английском уже есть на UFC Fight Pass. Народу вроде бы нравятся, даже какие-то отзывы есть положительные, 3,5 штуки. Так что вот с этой точки зрения я бы в организацию залез бы, конечно. Ну, хорошо, попробуем. Да, но расскажите, как проходили переговоры, тяжело ли они дались, с кем беседовали, поговорили ли с лысым парнем главным? Отвезли ли вы ему подарки, потому как, помните, Руслан Сулейманов ему бурку, кинжал и папаху отвез. Вот что ему отвезли? Что Дане Вайту подарили? Мы ничего не отвезли, но помогли наши друзья из бэкхауса, поскольку они уже давно сотрудничают. И практически в бэкхаусе есть все чемпионы во всех весовых категориях. Это Андерсон Силва, это Лео Томачида. Многие ребята оттуда. И мы хорошо пообщались с менеджерами, они наши друзья, заключили договоренность определенную, да. И уже оттуда общались с UFC, поговорили о перспективах, они нам сделали предложение, мы согласились. Предложили сначала, как Александр сказал, Марчина Тебуру, он отказался, потом еще в течение недели искали соперников и сказали, пожалуйста, возьмите вот Тимоти Джонса. Потому что кому делали предложение, и видно из свободных и готовых подраться на тот момент, единственный человек согласился с Тимоти. Ну и нам приняли вызов, сейчас будем готовиться. Так, для информации, 19 ноября, да, насколько я помню, в Ирландии. Да, в Северной Ирландии, но это Великобритания, сколько я понимаю. Объединенное королевство, да. Но в общем-то недалеко ехать-то. И это будет турнир Fight Nights, то есть это не номерной. Я не помню. Но они тоже номерные, Fight Nights 98, по-моему, как-то так называется. А, 99 вот нам подсказывали. И там, помимо Александра, насколько я знаю, еще три бойца из России будут драться. Очень хорошо. Так с Даной Уайтом-то удалось поговорить? Мы с ним не общались, общались с матчмейкерами. А, очень жаль. По телефону Иван общался с Даной Уайтом. Просто мне очень интересно, вот он в жизни скользкий тип или нет? Ну, об этом Иван может рассказать. Иван его щупал, он может сказать, он выскальзывает, он скользкий. Насколько это позволило общение по телефону сказать, я думаю, в следующем. Иван, ну сядьте за микрофончик. Да, есть микрофон, есть наушники, все здесь. Давайте уши. Все причиндалы, да. Вот Иван Банников, менеджер Александра Волкова. Здрасте, Иван. Ну, как поговорилось с Даной Уайтом-то? Не, ну, UFC, как любой бизнес, это бизнес. И, скажем так, подписать Сашу было не так сложно, как это кажется. На него смотрели. Единственная сложность, которая была, матчмейкеры и UFC, честно сказали, что у них определенная нелюбовь к Беллатору и почему-то конкретно к человеку Конго. И, соответственно, они хотели подписать Сашу. И первый бой, который они ему предложили, они ему предложили довольно быстро. Ну, то есть, мы договорились еще в августе. Бой мы получили уже в сентябре. Предлагали нам, как уже сказал Александр Марчин от Эбуру. Мы согласились на Марчина. Марчин на нас не согласился почему-то. Известно почему. Ну, это было очень забавно, да. Сначала, когда мы договаривались с М1, мы тоже сказали, нам прислали, что вот Марчин за поезд, бой, мы сказали, отлично, мы готовы. Прислали, что вот Марчин не готов, он в UFC уехал. Мы приехали в UFC, сказали, Марчин, ну вот давай. А он сказал, не, не хочу. А зачем вы за Марчином столько бегаете? Он денег должен или какие-то другие обязательства не выполняли? Ну, как-то так вот получается, что каждый раз, когда мы приходим в новую организацию, нам говорят, вот смотрите, классный Марчин есть. А потом Марчин не хочет. Опять, да, по вполне понятным причинам. У нас сообщение, коллеги, ну что же, я вас поздравляю, нас всех ждет зубодробительно, как 12 ноября, да еще... Только 19-го. Ну, я зачитываю сообщение, которое пришло. Ну, ты не зачитывай с ошибками-то. Это пусть будет стыдно, кто написал. Хорошо. Да еще и с участием нашего бойца. Фил, вот Роман Мазуров вас исправляет. Он уже как без пяти минут комментатор UFC, он знает хорошо. Да, безусловно. А как, кстати, М1 отреагировали на уезд? Они отреагировали хорошо. Мы как раз сегодня с ними пообщались. Они меня поздравили, всячески пожелали успехов. И я думаю, что я с ними еще, может быть, сотрудничаю даже. Не знаю, в каком-либо виде. То есть, в принципе, достаточно комфортно. У нас с ними были эти полгода сотрудничества. Хорошие два боя провели. Я считаю, что организация достаточно сильно поднялась за то время, пока я в ней не участвовал. Да, и сейчас действительно одна из организаций номер один в данный момент в России. Поэтому все, в принципе, с ней прошло гладко и без каких-то проблем. А вы поддерживаете мысль о том, что промо-компания М1 на данный момент является ведущей в России? Да, поддерживаю абсолютно. То есть все остальные где-то рядом стоят? Ну, я думаю, что коллеги, я думаю, что категорически не согласны. Они были даже тогда не согласны, когда в компании М1 проводила бой, который на тот момент собрал наибольшее количество рейтингов, а именно бой Шлеменко-Василевский. И даже после этого компания-конкурент говорила, да нет, это все ни о чем. Вот у нас бой круче. Но на той конкуренции существует. Если не будет конкуренции, то этот вид спорта не будет интересен. Согласен. А вот Александр дрался в рамках карда и первого боя, да, по-моему, Василевский-Шлеменко, и второй. А вот в первом поединке, на ваш взгляд, кто одержал победу? Так, короткой строкой. Да я уже много раз меня спрашивали, я говорил, что, честно говоря... Минусы, которые были в предыдущих боях, все их видят. Никто о них не забывает. Мы не говорим, что нефть. Борьба фигня, джиу-джитсу фигня. Ну, на самом деле, команда стрела, самая сильная команда по джиу-джитсу классическому сейчас в России. У нас лучший... По-бразильскому. По-бразильскому джиу-джитсу, да. Правильно. И мы, конечно, об этом думаем, и Саша работает над этим вещами. У нас звонок? Да, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях боец Александр Волков, его тренер Тарас Кияшко и менеджер Александр Иван Банников. Двойной удар на Спорт-ТВ. Да, друзья, вас, как ни странно, не обманули. Действительно, двойной удар на Спорт-ФМ. Еще одна новость, которую хотелось бы обсудить обязательно, и связана она с нашим Орлом. Это Хабиб Нурмагомедов, которому вроде бы как бой титульный обещали-обещали, а раз, и почему-то все сорвалось. Мне кажется, тут все на поверхности. А вот давайте спросим. А вот давайте спросим у тренера и отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа Нурмагомедова, который у нас сейчас на промосвязи. Абдулманап, добрый вечер. Добрый вечер, Абдулманап. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как же так получилось, и вообще, как-то объяснили вот это решение непонятное. Вроде бы контракт уже надо было подписывать, его он не подписывал, а потом взяли и Альваресу дали этого Конора. То, что зависело от нас, мы подписали, два контракта отправили, Дана подписывала его. Мы держали до последнего момента. Пока на перескатке не пощадят, я, честно говоря, не верил, что, сам и не верил, что они дадут этот бой. Так они чем-то объяснили, вот они обещали сначала, а потом появилась вот такая новость или нет? Они сказали, без боя дадим 100 тысяч долларов, значит, что так надо, и дали бой между Конором и Альваресом. Абдулманап, скажите, пожалуйста, а почему так происходит? Почему Хабиба маринуют? Они что, не хотят, чтобы он становился чемпионом? У нас флаг российский. А, только поэтому вы думаете? Я так думаю. У меня три раза забирали на выходы флаг российский. А, вот даже так? То есть вы когда выходили на бои с российским флагом, его забирали? На озвещивание, на выходе у меня три раза забирали флаг. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, а как Хабиб на это все реагирует, потому что вот такие вещи, он долго не выступал из-за травмы, потом наконец-то вернулся, и вот так его из огня до в полумя, как он справляется с этим? Ну, проверяет нашу удержанность, терпимость, наше терпение. Но мы идем своим путем. Сейчас уже ставим задачу такую, что подряд идущие бойцы, там же Фергуссон, там Эдсон Барбоза, Майкл Джонсон, надо было с ними драться. Тут подвернулся момент, который можно подраться с шестим номером, и в Нью-Йорке, и наша диаспора там очень сильная. А вот появилось даже мнение, вот Джозе Алдо, например, его высказывал, что сейчас организация управляет не Дана Уайт, а Конор Макгрегор, который вот как хочет, так вертит, и все вокруг него строится. Ну, представьте, там, надо с этим согласиться, 400 тысяч ирландцев в Нью-Йорке. Один факт. Все-таки на него люди идут, на нем зарабатывают, и для них главное шоу и деньги. То есть вы думаете, что Конор Макгрегор реально в состоянии диктовать свои условия Дане Уайту? Я думаю, если не диктуют, ну хотя бы обсуждать. Хорошо, Абдулманаб, спасибо вам большое. Я напоминаю, что мы говорили с тренером Хабиба Нурмагомедова и отцом Абдулманаба Нурмагомедовым, и мы обсудили, в общем-то, перспективы Хабиба в сильнейшей организации мира. Ром, ты пока читай сообщение, я выскажу свое мнение. Я полностью согласен с Абдулманабом в плане того, что большая ирландская диаспора, она свое дело делает. Но я вот не могу согласиться с тем, что Конор Макгрегор может Дане Уайту диктовать свое условие. Скорее всего, Дана Уайту очень хорошо понимает, что кассовые сборы, а именно Pay Per View, может обеспечить такой персонаж, как Конор Макгрегор. Я приведу цифры. Такой хороший показатель, считается, для UFC – это миллион просмотров на Pay Per View. Умножьте это на 60 долларов, стоимость одного просмотра, вы получите ту сумму, которую собирает UFC только за один просмотр, только одного номерного ивента, такого как UFC 205, вот о котором мы, собственно, и говорим. А я думаю, что здесь будет больше, чем миллион просмотров, и поэтому это все объясняет. А Хабиб, ну, вот при всем уважении, вряд ли соберет и полмиллиона. А вы что скажете, господа, вот вокруг этой ситуации, тем более, что Александр Волкова тоже, знаете ли, не грузинский паспорт, да? Во-первых, это, во-вторых, Александру тоже в ближайшее время нужно решать ту же задачу – обеспечить миллион просмотров на Pay Per View. Иначе не видать чемпионского пояса. Это, получается, придется вести себя так же по обезьяне, как Конор Макгрегор, мне кажется, это не для Александра. Ну, я, с той стороны, хочу сказать, что мы за Хабиба очень болеем все, и его поддерживаем. Очень жаль, что отменили этот бой, и, конечно, все его ждали. Я, честно говоря, тоже до конца в это не верил, и ждал подвоха какого-либо. Но то, что подписали Макгрегора на бой, опять же, это бизнес, да, действительно, там он может собрать очень большой стадион в Нью-Йорке. Вот, и получил много просмотров. Но я думаю, что Хабиб и его команда, они все-таки, в конце концов, доберутся до пояса и его заберут. Потому что то порция, которая у него есть, я думаю, что оно ему позволит добиться цели, которую он хочет. И на полпути, я думаю, что он не остановится. Вот уточнение пришло в нашу группу ВКонтакте. Вадим Хатаров пишет. Я имел в виду изменение тактики не из-за прихода в определенный промоушен, а то, что, как правило, бойцы, которые приходят в UFC, российские бойцы, первый-второй бой могут провалить, потом они резко меняют что-то в своей стратегии, и второй бой проводят уже увереннее. Пример Альберт Туменов, Рустам Хабилов. Вот такое вот пришло уточнение. Я думаю, что проваливать бои нельзя. Это не тактика. Видно, у них так получилось. Я думаю, если вы подписались в UFC, в лучшую организацию, сильнейшую организацию мира, то вы должны понимать, что вы туда идете осознанно. И понимаете, для чего вы туда идете. Вы туда идете с одной целью стать чемпионом. Если у вас нет этой цели, туда лучше не следует идти. Потому что там долго люди не задерживаются. Один-два раза проиграл, но три хорошо. И с тобой расторгнут контракты. Еще один вопрос, Игорь. А есть программа Night Fight Show? Кто будет, билеты есть уже. Но вот здесь уточнение. Хотелось бы услышать Fight Night Show. Это имеется в виду то шоу, в котором будет Александр выступать? Или вопрос о российской компании? Кстати, билеты, я сегодня посмотрел, билеты на шоу UFC 205 уже есть в продаже. Они есть уже в продаже в России, их можно купить. Начинаются билеты с 70 тысяч рублей, а заканчиваются, как вы думаете, какой суммой? Все развели руками, я не буду мучить. 3 миллиона 200 тысяч рублей за один билет, друзья. Прилично. И вот это, вот здесь кроется ответ на вопрос. Кто дерется в чемпионском бою? Я думаю, что такие сборы, к сожалению, а может не к сожалению, может пока что в UFC обеспечить один человек. Это Конор Магренов. Я попробую со своей стороны еще сказать, вопрос был про задачу по Александру, да, как мы будем решать тот вопрос, что на него должны ходить. Естественно, мы понимаем сейчас, что мало быть хорошим бойцом, мало уметь хорошо бить, мало даже красиво и ярко побеждать. Там Энтони Петис не стал как бы Макгрегором, к сожалению. Да, и Бенсон Хендерсон тоже красотой боев не блистал. Да, соответственно, нет, даже те, кто блистали, они все равно не получали таких денег, даже Андерсон Сильва не получал таких денег никогда. Правильно, нужны какие-то нестандартные ходы. Да, в данном случае... А вот сейчас пауза небольшая. Поехали. В данном случае мы понимаем, что нужен маркетинг, да, нужно участие во многих процессах, нужно общение с аудиторией, причем не только с нашей, но и с западной, и в главном западной. Саша был уже чемпионом западной организации, и его... и растопнули контракт всего через два поражения, да, этого никто не ожидал, Саша, в том числе. Но в Беллатуре вообще, как я слышал, на тот момент сложилась ситуация, когда стали избавляться от засилий русских, ведь русских пол-беллатура было. Это, скорее, я считаю, такие из разряда теории заговоров, на мой взгляд. Да, многие с вами согласятся. Я же считаю, что Скотт Кокер пытался сделать из этого бизнес, и тупо бизнес, ему было все равно на спорт. И поэтому оттуда появлялись бои типа Дада 5000 против Кимба Слайса. Причем, как это не страшно, что... Кимб Шемрак, да, там еще появился... Это был самый рейтинговый бой Беллатура за всю его историю. То есть, как, ну, потребность публики, да, это происходит. Хорошо, значит, сейчас нужны некие ходы, такие, чтобы, во-первых, публика Сашу запомнила, узнала и стал на него ходить. То есть, нужно играть некое амплуа, хорошего парня или плохого. Это не обязательно амплуа, поймите. Ну, мой бэкграунд, это маркетинг, да, я как бы специалист именно в этом вопросе. Я могу сказать, что экспожер медийный, который необходим нашим бойцам, у нас по-хорошему есть только у Хабиба. Потому что им занимается западный промоушен неплохой. И у Хабиба есть папаха, и эту папаху все прекрасно помнят. Да, с Сашей мы, поверьте мне, он будет самым, скажем так, цитируемым бойцом в западных СМИ. Например, если вы посмотрите сейчас тот же ММА Джанки, шеры новости о его добавлении в UFC, ну, было 480 с чем-то, на момент, когда я смотрел 450. При этом новость о МакГрегоре была 800, то есть всего в два раза меньше. Да, то есть хорошее начало. Да, поэтому Сашу ждут там, и мы будем делать очень многое. А, кстати, вы не проводили параллели? Вот аудитория, которая смотрела в свое время Беллатор, она вот запомнила Сашу? Они сейчас переключатся на UFC? Мы думаем, да, потому что Саша был ярким бойцом. Он и сейчас яркий боец. Оба боя в М1. И еще одна пауза. Есть свои прозвища. Каково будет твое? Какое прозвище будет у тебя? Спрашивает. Сейчас скажу. Так, ну, не важно, кто спрашивается. Поговорите, подписывайтесь. А, не важно, кто подписался. А, Ром, просто сообщений очень много, и оно тут съехало. И пришло следующее сообщение. Я сейчас найду и скажу, кто это за идею. Где хочешь говорить, найду. Ну, я думаю, я уже по маркетинг ответил. Если будут какие-то еще вопросы, пусть задают. Ну, то есть мы смотрим на это. И основная задача моя, как менеджера, это не просто подписывать бои и договариваться с организациями. Для этого большого ума не надо. А задача, чтобы американская аудитория хотела ходить на бои. Кстати, прозвище Сашина очень этому помогает. У нас была очень смешная идея. Он скажет о своем прозвище. Артем Савилов. Артем Савилов спрашивал. Я нашел это сообщение. Да. Ну, прозвище у меня, ну, появилось у меня в Америке, в Штатах. Когда мы находились, как раз был сам первый бомбе на Белатере с Роджерсом. Мы общались с американскими друзьями. Они говорят, нужно какое-то прозвище, потому что русские бойцов запоминают лучше, если у них есть какие-то прозвища. Мы их думали, чтобы придумать. Точнее, не мы, а ребята американские, наши друзья думали, что придумать. Вот. Были всякие очень смешные прозвища. Я не буду их озвучивать. Ну, пожалуйста. Меня потом будут обзывать в интернете. Я думаю, что в интернете... Все, что в голову приходит, все можете написать. На самом деле, потом один из них придумал Драга. Как иван Драга. Да. Но я по характеру, может, меньше не похож. Я не такой серьезный и напряженный, и злой. Но внешне, может быть, они какое-то хвосты нашли. И поэтому мне более-менее понравилось. С того, что было, это было самое не обидное. Самое не обидное? Еще что-то придумал. Александр, ну хотя бы парочку. Но самые такие приличные. Ладно. Я не в эфире был, поэтому... Пока его не уговорили, как раз расскажу по поводу смешной маркетинговой истории. Когда мы обсуждали первый бой его после М1 за рубежом, мы еще не знали, в какой организации он будет драться. Мы подумали, слушай, Саша, раз ты Драга, давай ты на взвешивание, на бой, скорее всего, не дадут, но на взвешивание, ты выходишь в тех же трусах, в которых был Драга, такой красный, с серпом и молотом. А за всю периконференцию ты говоришь только одну фразу, подойдя в упор к своему противнику. I will break you. Причем именно с таким акцентом. Я думал такой. If he dies, he dies. Нам это да, это мы перебоем. Мужчины, сейчас, внимание, девушка нам пишет. Ирина Крот задает вопрос. Уважаемые ведущие гости. Вопрос к Волкову, причем почему-то к Волкову, не к Саше, а к Волкову. Меня официальный тон настораживает. На какое количество боев подписан контракт и какова сумма контракта? Как настоящая девушка сразу же... Девушка вот сразу... В корень, конечно. Да, сразу за дело взялась. А насколько я помню, Александр недавно женился, да? Да, да. Когда кого это останавливало? Мел Гибсон шесть раз женился, по-моему. Дура ли, а? Сочувствую Мел Гибсону. Мне пока хватает одного раза. Да, на самом деле, это вопрос... Жена слушает, а не? Он больше... Ну, наверное, слушает. Ей большой привет. Я очень люблю, скучаю. А скоро поздно? И скоро будет дома. Да, да. Саша, ты самое главное скажи, что денег никому, кроме нее, отдавать не будешь, чтобы она успокоилась. Конечно. Коммерческая тайна, ребят. Про деньги, да, про количество боев. На самом деле, всеми этими вопросами занимается мой менеджер, говорит, напротив, я вообще не в курсе. Гражданин менеджер. Лучше отмазаться и заставить отвечать меня. Ну, во-первых, по контракту мы просто не имеем права раскрывать, сколько нам денег заплатят. Ну, количество боев. Я могу сказать, что не меньше, чем в российских промоушенах, да, то есть этот рассказ о том, что... Вот новичкам UFC платят очень мало. Вот было бы смешно, если бы человек уехал в UFC и стал получать меньше, чем в России. А может, ему пояс надо меньше, чем ему предлагало за следующий бой М1. Вот так. Саша согласился, мы предлагали. Ну, Саша сам принимает решение, мы ему только можем дать выборы. Саша выбрал более тяжелый бой за меньшие деньги. Про деньги я сейчас сам скажу. А количество боев? Четыре. Четыре боя. А про деньги скажу следующее. Вот Хабиб за первый свой бой получил 8 тысяч долларов. Так что считайте, друзья. Сильно больше. Сильно больше. Ну, вот мы все и сказали. Девушка больше не пишет. Такой уровень доходов ведь на девушку не устраивает. Да, Александр. Ну, это про жену сказали и все. Коль скоро такая пьянка пошла, уже заначки делаете? Заначки к чему? От жены. Нет, никогда не делали о чем. И главное, заулыбался сразу. То есть, у нас абсолютная честность. Мы тратим все вместе, и поэтому денег дома не остается. Еще один правильный. Мужчины. Еще один вопрос от Артема Савилова. Саша, участвуешь ли ты в боях взглядов и штук семь вопросительных знаков? Федор, Емельяненко имеется в виду, например, не участвовал и смотрел в сторону всегда. Ну, Федор смотрел в сторону денег, я так понимаю. Ну, вот сейчас прям по легенде прошелся. Да, я люблю говорить гадости. Ну, на самом деле, не знаю, как назвать это боем, но мне всегда интересно посмотреть на реакцию соперника. Я всегда, конечно, смотрю в глаза, если посмотреть все мои взвешивания. Я считаю, что это очень важно. И перед боем непосредственно я смотрю в глаза. Видите там что-то? Вижу. Страх, ненависть. Ну, на самом деле, очень часто это читается, да, и очень часто это ощущение, скажем так, неуверенности соперника, да, оно читается и чувствуется. Вот, к примеру, да, последний бой у меня был с Ателом Вэем, который приехал из-за рубежа, да. Помним такое. Вот он эту битву взглядов выдержал очень достойно и до самого последнего момента взгляд не отводил и перед боем. То есть обычно соперники немножко сдаются, сдают, отворачиваются, но он был очень упертый. И могу сказать, что и после боя тоже было заметно, что он очень расстроился, что проиграл, потому что приезжал выигрывать. И как раз вот последний соперник был очень настроен на победу. И по таким моментам можно определить, да, насколько соперник готов, настолько мотивирован. Потому что часто бывает, что люди выходят и готовы сдаться уже, если какая-то у них появилась небольшая ошибка или что-то не получил со временем боя, они уже готовы сдаваться. Но вот Ател и Вэйд был, к сожалению, не такой, вот, но и так мы с ним справились тоже. Ну, я добавлю, это было очень забавно, потому что Саша говорит, к сожалению, я стоял с Тарасом рядом с ним после боя. И он сказал, я говорю, Саша, а что ты с ним зарубился? Он говорит, да ты что, он глаза не отводил. Я сразу подумал, класс, ну, наконец-то, словно, хоть кто-то зарубится. Насчет рубки. Наконец-то пришел вопрос, впервые пришел вопрос по существу. Александр Варакин спрашивает, насколько вам помогает базовая техника из предыдущего опыта, а именно Ашахар карате и Цушинген? Вот она помогает или мешает? Спрашивает Александр Варакин. Конечно, помогает. У меня, в принципе, базовая техника, да, у меня карате. Из карате, Цушингена, оно вышло именно из карате, тоже добавление борцовской техники. Конечно, это помогает. Но в основном, я даже могу сейчас сказать, что, в принципе, даже все, что мы занимаемся, это в некоторой степени карате. Карате – это как кругопашный бой у нас, если по-русски перевести. То есть, по большому счету, это даже не техника, там, не стиль, а некоторый путь и философия. Поэтому я для себя из карате не ушел, и я это пропагандирую, карате. Я считаю, что лично для меня это наиболее комфортный вид спорта и философии, да, и дисциплина, на которой заключается в тренировках карате. И, кстати говоря, в моем окружении многие тренера очень, очень многие тренера, и все, которые у меня были, все, и по ММА, они все каратисты, бывшие и нынешние. Поэтому я считаю, что карате, конечно, помогает во многом. Персональный привет Ивану Титенкову. Ивану Титенкову, конечно, был большой привет. Вот замер зам задает вопрос. Ребят, во всех единоборствах упоминаются все виды единоборств. Вот сейчас не понял. Дзюдо в меньшей степени обидно за свой вид спорта. Почему? Вот не понял вопроса замер, но Саша Михайлин ходит к нам как на работу. Поэтому вот где вы были, когда Саша Михайлин был в студии, могли бы задать вопрос про свой любимый спорта? Пришел еще один вопрос по существу практически. Вот пишет нам Фил, глядя на Сашу, создается впечатление, что мог бы сушиться до следующей более легкой категории и, например, сбить Даниэля Кармье. Это очень ложное впечатление, потому что те, кто меня любит живую, они говорят, что я нахожусь именно в той категории, в которой я должен находиться. Ну и, конечно же, пришел вопрос, который, наверное, был такой весьма прогнозируемый. Есть ли какие-то предпочтения, с кем встретиться поскорее? Понятно, что со всеми сильнейшими. Это ты Макса из Тюмени имеешь в виду? Наверное. Просто Макс тоже похожий вопрос. Ну, таких вопросов много. Да, вот кто из тяжей UFC, больше всего импонирует. Вот интереснее именно, чтобы с ним подраться. Ну, может быть, такой антагонист ваш Фабриси Овердум? Да, и кто считается самым неудобным тоже? Кстати, с Фабриси Овердумом у меня достаточно хорошие отношения, с ним бы я хотел драться в последнюю очередь, потому что мы с ним тренировались. И все-таки, ну, как бы у меня такие дружеские отношения, как я считаю, с ним сформировались. Ну, как бы я бы с ним не хотел в бою. Я сейчас думаю только о своем следующем сопернике, о Тимоте Джонсоне, и не хочу пока распыляться на другие бои. Главный счет пройдет. Это уже для меня будет неплохой вызов, и нужно пройти его достойно, а потом уже думать о будущем. Тарас, как будем побеждать Тимоте Джонсона? Понятно, что избивать до полусмерти, но как поконкретнее. Мы уже записали, скажу, вольной борьбы. А в Дагестане? Нет. В Дагестане. В Дагестан уже все. Уже Иван сказал, в Дагестан не поедем. Пацаны, ну, как-то в непонятках. Ну, конечно, они там не поедем борются, конечно. Ну, не, мы любим Дагестан, и все. Просто у нас есть хорошее отношение с ребятами уровня не хуже. И так как, ну, как бы мы в Дагестане сильных тренеров не знаем, лично, хорошо, да. Какие оскорбления, какие оскорбления, лично не знаем, лично. Мы знаем, что они там есть, лично не знаем. Вот это уже лучше. На самом деле, я Иван поправлю, ну, как бы, не то, что мы лично не знаем, просто на самом деле ситуация в том, что мы готовимся в основном в Москве дома, да, я привык готовиться дома. И очень с неохотой езжу куда-либо в какие-то, ну, какие-то сборы, там, даже тоже Америку, у меня находиться было тяжеловато. Поэтому сейчас нам позволяют условия проводить все тренировочные сборы именно в России, да, ой, ну, в Москве даже, да, конкретно. И, ну, как бы, из того выбора, с кем потренироваться в Москве, да, у нас, к сожалению, вот, особо, может быть, из личных общений, такого выбора мало. Вот, но мы сейчас хотим, да, потренироваться с американским тренером по вольной борьбе Кенни Джонсоном, который достаточно понравился. Ну, просто интересно то, что он дает именно вольную борьбу для, если будет такая возможность, мы, конечно, встретимся, но именно назад, в прошлое, я не имею смысла, не вижу смысла смотреть. Ну, будем считать, что ответили на вопрос. Иван, Иван Банников, менеджер, продолжаем еще о подготовке. Ну, по поводу, скажем так, смотреть назад и так далее, Саша просто очень добрый. Нужно понимать, что, несмотря на то, что он большой, он никогда не держит зла ни на кого. И в этом плане у нас полное UFC иностранцев, чтобы еще думать, чтобы подраться с Минаковым. Вот, я думаю, когда Саша станет чемпионом, вот тогда, как бы, Виталий может приходить и вполне себе они могут реваншироваться. А до этого у них у обоих будет достаточно соперников. Иван, вопрос, где будет в Америке тренироваться Александр? Ну, на самом деле мы объявляли, что у нас долгосрочное партнерство с Black House MMA, у Стрела Промоушен. Они предлагают нам всех своих ребят, кто у них тренирует своих тренеров. Это лучший из лучших, это лучшая бразильская команда. Повторюсь, Леота Мачидо, Андерсон, Сильва и много-много-много кто еще. Также ребята неплохо дружат с Топтимом. У нас нет проблемы, скажем так, где-либо готовиться. Можем поехать в любой кэмп. Сейчас комфортнее всего это вызывать сюда западных специалистов. Не думайте, что мы тренируемся здесь только с российскими тренерами. Нет, мы приглашаем западных специалистов. Мы прекрасно понимаем, что работа у сетки, это то, за счет чего американцы берут. Это их грайндинг, так называемый, одеяльце, как мы это называем. Мы понимаем, что лучшие специалисты там и просто приглашаем их сюда. С этим нет проблем у нас. В том числе и спарринг-партнеров мы тоже привозим. Я отвечу очень быстро Замеру. Замер спрашивает, он уточнил вопрос, почему не используют приемы дзюдо? Ну как же не используют? А болевые, а удушающие? Разве это не приемы дзюдо? Ну от себя добавлю, Денис Молдарев, предпоследний соперник Саши, был дзюдоистом. Федор Емельяненко из дзюдо. Ну и самбо скорее. Дзюдо там у него просто смежная дисциплина была. Следующий вопрос. Максим Орлов. Вы сказали, что идти дальше. Насколько дальше хотите идти? Ну естественно, до чемпионского пояса, Максим. Но я думаю, что смешно спрашивать. Куда же дальше? Ну например, Руслан Проводников деньги зарабатывает, как он сам сказал. Ему пояса по боку. Ну я думаю, что в UFC деньги и пояс это синонимы. Они находятся рядом. Не всегда. Я могу сказать, что вот последний опыт нам показывает, что если мы посмотрим на Нейта Диаса, там пояс и деньги находятся в разных плоскостях. У него там деньги находятся рядом с Конором Макгрегором. Но как менеджер Саше могу сказать одно. Когда я предлагаю Саше варианты между деньгами и возможностью драться с сильнейшими, Саша всегда выбирает возможность драться с сильнейшими. Прямо как Артура Гатти. Да. Который за деньгами не бегал, дрался с сильнейшими и был легендой. Да, кстати, вопрос Тарасу, который немножко заскучал. Я вот в интервью вашем читал, что вы снимались и продолжаете сниматься в кино. Вот расскажите об этом. Ну это вот сейчас стало меньше из-за того, что стало больше и больше спорта. Ну и плюс сейчас в кино такие люди, которые в профессии находятся всегда, у них даже сейчас сложность со съемками. Но когда у меня есть перерыв в спортивной деятельности, тренерской, когда есть возможность не готовиться к чему-то, и есть вариант хорошего проекта кино, то я участвую. А ну расскажите об этом подробнее. Вы так, по-моему, в сериалах снимались, да, там для НТВ, по-моему? Да, был в сериале, потом много раз меня приглашали просто ставить трюки, ставить боевые сцены, вот. Но сейчас немножко этого все поменьше, и больше командой занимаюсь, больше ребятами занимаюсь. То есть в принципе разговор о том, что для того, чтобы популяризировать Александра, его нужно снять в кино и в теории большого взрыва, это все, в общем-то, не лишено оснований? Ну это как один из пунктов, который можно реализовать и получить результат. Александр, что скажете? Как вы относитесь к себе как киноактеру? Не было желания никогда? Ну я себя уже так немножко попробовал, кстати говоря. Я в свое время снимал за сериал «След», в начале карьеры. Ну там небольшая у меня была роль, меня всего лишь убили на ринге. Всего лишь? Вот, но на самом деле... То есть вы не суеверный человек в этом смысле? Да нет, это кино, это актерство. Конечно. Я же сейчас с вами сижу, я же никого не делся. Ну конечно, если будет возможность, будет и какие-то свободное время, и будут интересные идеи, я конечно не против, почему нет. Это как бы эксперименты, надо пробовать. Парни, у нас немного времени уже остается. Когда приступаете к тренировкам, и где начнется этот этап? Мы уже тренируемся, уже месяц как готовимся, потому что мы уже знали, где мы будем. Не знали только соперник, сейчас уже соперник определился. Мы готовимся, благо на это есть все условия. У нас сейчас в зале приходят заниматься вместе с нами, спарринговать, я считаю, лучшие тяжи, которые есть в Москве. И приезжает там, и Леша Кудин приезжает, и Серега Харитонов. Но Леша Кудин, я бы сказал, не уезжает. Не уезжает. И Шамиль Абдурахимов, кстати, ему пожелаем победы. 1 октября он будет драться. А кстати, вот этот мужчина, с которым Александр будет встречаться, он Шамиля побеждал. Мы знаем. Шамиль вернется. Малчина Тибуром побеждал, кстати. Будем общаться. Будем общаться. Поэтому подготовка уже началась. Сейчас уже будем полностью сосредотачиваться именно на поединке, именно на сопернике и 19 числа драться. Дорогие друзья, еще немного времени у вас есть для того, чтобы задать вопросы нашим гостям. А я задам вопрос Тарасу Кияшко, потому как тоже посмотрел и видел ваше интервью. Вы также имеете какое-то отношение к ножевому бою? Было дело. Вот расскажите об этом. Ну, ножевой бой. Это была такая, ну как была и есть кое-карате. Одно время я принимал активное участие в этой организации. И там как бы одно из направлений было именно Танта Дзюса, ножевой бой. А также вы еще несостоявшийся футболист. Несостоявший футболист. Это было в детстве, после чего я заболел очень сильно. И, наверное, после этого я полностью ушел в единоборство. Ром, скажи, пожалуйста, ты на Тараса досье собираешь? Пытаешься как-то это потом использовать? Компромат копирком скопаешь? Ну, почему? Мы рассказываем, что он хорошо готовит. Ну, просто про кое-карате уже неприлично в слух говорить. И Тарас вот с третьего раза смог это слово выговорить. Настолько оно вот неприлично уже стало. Это уже как оскорбление. Ну, перестань. Нет, на самом деле не все так плохо. Я могу сказать, что с Тарасом мы познакомились как раз-таки лет 10 плюс назад на семинаре как раз-таки кое-карате. Хорошо. Тут вопрос. Но без меня. Саша уже тогда заботился своей репутацией и тренировки кое-карате не посещал. Артем Савилов задает вопрос. В UFC, если против Саши будет базовый борец, то какой уровень подготовки с ним? Есть ли вообще подготовка в борьбе? Артем, мы всю передачу говорим о том, какая у Саши подготовка в борьбе. Я записался в кружок борьбы, вот сейчас хожу, занимаюсь вольной борьбой, хочу выполнить второй юношеский разряд в данный момент, как бы если получится, дальше как бы... Не забывайте, что у нас по джиу-джитсу и грэпплингу лучшая команда в России, я считаю, в Москве стрела. Посмотрите статистику всех турниров по джиу-джитсу и по грэпплингу, командное место практически всегда мы занимаем. Ребята хорошо борются и завоевывают чемпионские звания в чемпионате мира и Европы, и я думаю, что с этим будет все хорошо. Добавлю троллинг Александра по борьбу, я уже сказал. Его противник Джонсон, Тимоти, двукратный чемпион Америки по вольной борьбе по юниорам. Мы это знаем, и мы знаем, чего ждать. Мы понимаем, и мы к этому максимально готовимся. Но не надо забывать еще одной важной истины. Это ММА. Не бывает все, как предсказано. Мы сделаем все, зависящее от нас, чтобы быть готовыми ко всему. А дальше клетка все скажет. Вот, кстати, Александр Варакин, прошу прощения за этот вопрос. А что, Александр, считает вершиной единоборств? Все-таки профессиональный бокс или ММА? Ну, тут спорить можно бесконечно. Каждый будет фалить в свой вид спорта. Поэтому я, наверное... И после паузы небольшой. Поэтому? Я поэтому, наверное, воздержусь от ответа на этот вопрос. Конечно же, я как спортсмен, мне нравится больше ММА. Но поверьте, если я выступлю по боксу, я думаю, что у меня там будет намного меньше шансов со спортсменным боксером и его уровня, который находится, как я нахожусь в ММА. Поэтому все-таки два сильных вида спорта. Каждый хорош по-своему. Каждая своя история. Вот все, что я могу сказать. Последние секунды. Буквально последние секунды. Значит, Кочергин к нам уже выехал. Ну, хорошо, пусть приезжает. И кружок борьбы, да, обидели многих. Друзья, мы не хотели обидеть. Наоборот, мы хотели сказать, что... Нет, нет, коллеги, мы серьезно занимаемся борьбой. Мы прекрасно понимаем, что это неотъемлемая часть ММА. У нас прекрасные борцы в зале. Мы прекрасно понимаем, как это важно. Саша просто шутит, но при этом борьбе уделяется огромное влияние. Я, да, хочу... Извините, я шучу не потому, что я не занимаюсь борьбой и не уважаю. Я вольную борьбу очень уважаю. Я считаю, что она очень полезна. Я ей занимаюсь. Дело в том, что просто мне с этим вопросом уже настолько достали. И вот часто сдают и говорят. Я занимаюсь вольной борьбой. Я тренируюсь и стараюсь развиваться в этом направлении. К сожалению, пока что, может быть, получается что-то хорошо, что-то плохо. Но этим видом спорта, направлением я занимаюсь. Поэтому я отвечаю с иронией для людей, которые не очень поднимают сарказм. Да, дорогие друзья. Вот, кстати... А, вот Игорь уже на этот вопрос ответил. Да, я ответил. Тут вопрос к Ивану, потому как наш слушатель Вадим не запомнил имя Ивана. Так вот, Иван, вопрос... Среди секунд, Игорь. Да. Насколько изменилась UFC после прихода новых владельцев? Пока не можем сказать, они только пришли. Дорогие друзья, время нашей программы, увы, истекло. Это был двойной удар на Спорт-ФМ. У нас в гостях были боец UFC Александр Волков и его тренер Тарас Кияшко, менеджер Иван Банников. Александр, Тарас, Иван, спасибо большое, что пришли. Мы желаем вам категорической удачи. Только с победой ждем после 19 ноября. Будем опрашивать, как кого избивал.